Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Горячая линия» ведущая Андрея Острева. Как всегда, мы в рамках этой программы общаемся с муниципальной властью. Сегодня это не исключение. По многочисленным просьбам мы еще раз возвращаемся к вопросу субсидий и подготовки к зиме. Потому что мало того, что нас напугали синоптики, нас еще пугают недобросовестные политики разными страшилками, связанными с субсидиями и порядком их получения. Сегодня мы пригласили в гости Сергея Николаевича Бондаренко, директора Департамента труда и социальной защиты населения. Добрый вечер, Сергей Николаевич. И давайте с самого начала и начнем. Идет подготовка к зиме. Сейчас люди очень испуганы тем, что достаточно много очередей и так далее. Многие не успевают получить. Расскажите, какая работа ведет сейчас городской властью, конкретно вашим департаментом в этом направлении? Ну, Андрей, действительно, я хочу акцент сделать, что все-таки городской властью, потому что служба департамента львиную долю вопросов решает. Но в то же время это общая задача всех исполнительных органов власти, потому что много вопросов решают наши коммунальные службы, жилищно-коммунальные организации. Это стоит под жестким контролем Николаевского городского головы, заместителей по профилям. И, в первую очередь, хочу сказать, вы на это акцент сделали, что городская власть, в первую очередь, старается создать хорошие условия для всех жителей, кто будет обращаться к нам. Ну, начну с того, что у нас Ингульское управление вот еще в феврале переехало в новое здание на Николаевской, 26, и уже достойные условия, которые имеют жители самого большого района в городе, я думаю, говорят сами о себе. Тем более, недавняя, значит, поездка министра, и он посещал это управление, он дал высокую оценку, значит, городской власти в том, что действительно создаются хорошие условия для приема граждан. Более того, хочу привести пример в том, что в центральном районе, декабристов 25, вот, там находится управление социальных выплат, которое непосредственно занимается вопросами субсидии, ну, и пособием и так далее, всегда испытывала сложность с площадью. То есть, вот, определенная скученность, ну, создавала определенное неудобство для жителей центрального района. По согласованию с руководством города, администрации, департамента, мы там находились, мы переехали в другое помещение, немножко, конечно, себе там, в данном случае, утеснили условия, но зато управление получило дополнительно пять комнат, и теперь, значит, жители района уже, наверное, это почувствовали, потому что уже вторую неделю прием граждан по субсидиям осуществляется в одном крыле, декабристов 25, прием по всем другим видам пособия уже в другом, вот, и я думаю, что нет уже оснований в том, чтобы где-то какие-то были недовольства, уже два информатора работают на то, чтобы людям это было как можно сподручнее. Такая работа и по заводскому управлению, вот, в ближайшие дни, будет осуществлена, корабельный район там позволяет у нас площадях, хоть мы действительно для себя поставили задачу, чтобы не один информатор принимал, вот, граждан на этапе, когда они приходят, а именно два информатора. И, более того, хочу акцент сделать, что, значит, у нас, кроме, вот, четырех районных управлений, материалы по назначению и пособий, и, в частности, субсидий принимают отдаленные микрорайоны, это Терновка, Матвеевка, Варваровка, Большая Малила, Корениха. Это уже традиционно, люди знают, нет необходимости приезжать в районы города для того, чтобы решать свои вопросы. Это все на месте осуществляется. Но мы понимаем, что приближается отопительный сезон, вот, что граждане, которые еще к нам не обратились, а вот я хочу все-таки сделать упор на это, обращаясь к вам, возжамые телезрители, не усугубляйте ситуацию, ведь вы все знаете, что тарифы повышаются, что стоимость тепла будет значительно увеличена. Поэтому городская власть решила еще дополнительно, вот уже 17 октября у нас откроется 34 пункта, где можно будет любому жителю города обратиться по вопросу субсидий. Три-четыре пункта. А вот об этом, если можно, чуть поподробнее. Это где-то при каких-то государственных учреждениях или это какие-то отдельные проекты? Ну, мы в первую очередь упор сделали на те объекты, куда более всего обращаются наши жители. Ну, как я говорил, это наше районное управление. Кроме этого, мы структуры городского территориального центра, куда тоже приходят граждане по многим вопросам. И, конечно же, лично-коммунальные организации. То есть практически во всех ЖЭКов будут специалисты, которые готовы будут принимать документы, которые не просто будут принимать, и которые дадут разъяснения, дадут ответы, квалифицированные на все вопросы, которые волнуют жителей города. Спасибо большое. Я для наших зрителей хочу напомнить, что вы можете нам позвонить в прямом эфире и задать вопросы нашему гостю по телефону 76 92 42. Он сейчас на ваших экранах. А мы продолжаем обсуждать тему социальной защиты нашей в канун как раз, как предполагается, сложной зимы. Скажите, какая еще работа проводится конкретно вашим департаментом в подготовке к зиме? И что еще делается такого важного, что бы вы хотели отметить? Ну, я бы хотел все-таки, Андрей, здесь некоторые наши наработки, некоторые наши результаты, в общем-то, отметить. Они касаются деятельности наших структур, что вот впервые за многие годы мы имеем очень хорошее финансовое подкрепление о том, чтобы улучшить нашу материальную базу. Для того, чтобы улучшить условия, в которых обращаются жители города. И вот в частности в городском территориальном центре завтра на сессии городского совета будет рассматриваться положение, по которому мы с октября уже начнем осуществлять социальную реабилитацию наших ветеранов, а их 120 человек ежемесячно будут посещать наши центры уже в течение целого дня. Там будут находиться, мы предусматриваем бюджеты и питание, вот мы предусматриваем, что люди будут возможность и отдохнуть, ну и, конечно, тот курс социальной реабилитации, организация досуга. Поверьте, для одиноких, одинокопроживающих это очень нужная форма. Они этого ждут с нетерпением, поэтому мы будем рады в ближайшее время о том, что наши ветераны будут целый день находиться у нас, тем более, знаете, им нелегко, и на какое-то время, так сказать, от своих забот, от своих проблем, в общем-то, отойти, это, наверное, очень важно в жизни. Хорошо, спасибо большое, у нас есть первый звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. У меня просьба, я хочу выяснить, осталось ли положение такое, если я в январе этого года продала квартиру и не подлежу по старому положению субсидий до конца этого года, до января, не изменились ли положения как-то? Спасибо. Ну вот единственное ограничение при назначении субсидий, или, будем говорить, право получения субсидий, это покупка, которая превышает 50 тысяч гривен, вот, одноразовая, только это основанием является... А продажа, реализация? Значит, ну, здесь тот доход, который, в общем-то, человек или получил, или, в общем-то, направил на вот эту покупку свыше 50 тысяч гривен. Только это является основанием для того, чтобы отказать на значение субсидий. Все остальные ограничения на сегодняшний день сняты. Хорошо, у нас следующий звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. У меня вопрос, меня зовут Вера Ивановна. Я хотела узнать, у меня была справка, что сын со мной не проживает. Я ждала, Вадим, субсидий, и сейчас мне нужно ее обновить, эту справочку? Значит, ну, будем говорить, действие субсидии на целый год у нас назначается. Конечно, комиссионно этот вопрос, в данном случае, находит свое подтверждение решения. Если же у вас не произошло никаких изменений, вы в заявлении указываете о том, что в данном случае у вас ситуация не изменилась, и мы автоматически продолжаем назначать субсидию из расчета о том, что вы одна проживаете на данной квартире. То есть, на справочку надо это обновлять? Нет, она пишет заявление. То есть, вам нужно прийти в свой территориальный центр и написать заявление, и, собственно говоря, на этом больше от вас ничего не требуется. Хорошо, спасибо большое. И следующий момент. Все-таки, продолжая тему подготовки к зиме, чаще, ну, как бы ежегодно встает вопрос о питании, проживании бездомных, которые, ну, собственно, замерзают и так далее. И я попрошу подождать сейчас нашего слушателя, и вот Сергей Николаевич ответит на ваш вопрос, и мы обязательно вас включим в эфир. Да, действительно, с похолоданием проблемным всегда является вопрос, как все-таки уберечь бездомных о том, чтобы они, ну, будем говорить, не перехлаждались. Вот, традиционно социальные службы города в этот период открывают пункты обогрева. У нас городской наш пункт на Мира-2а после капитального ремонта и соответствующих температурных условий будет готов к приему. Вот, у нас будут в каждом районе и в центре реинтеграции пункты питания. И, Андрей, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к телезрителям. У нас в каждом районе существуют пункты приема вещей бывших в употреблении. Если у вас есть дома уже немодные вещи, которые вы не используете в повседневном вашем обиходе, мы будем рады их получить для того, чтобы в зимний период бездомным, да и не только бездомным, к нам приходят малообеспеченные, которые тоже нуждаются, у которых нет средств на приобретение одежды, для того, чтобы им облегчить жизнь. Поэтому, пожалуйста, мы готовы приехать, забрать, или в любые наши социальные службы, какие вы только знаете, какого направления, пожалуйста, если есть такая возможность, направляйте вещи, они, знаете, еще послужат добрую славу для людей. Спасибо большое. Спасибо, что дождались. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, у моего родственника пенсия 2400 гривен. Он проживает в однокомнатной квартире. Один. Никого у него больше нет. Ему отказано в субсидии. Спасибо. Ну, хочу сказать, что так нельзя говорить отказано в субсидии категорично. Значит, хочу отметить, что в летний период, когда оплата за тепло отсутствует, а львиная доля затрат, безусловно, это направление, значит, субсидия считается не по отдельным видам, а именно вот как совокупная. Самое главное, уважаемое, что ваш родственник уже к нам обратился, более ему нет необходимости к нам приходить. Мы в автоматическом режиме, вот при отопительном сезоне, при получении сведений от теплогенерующих организаций, мы будем делать расчет, еще раз обращаю внимание, без обращения граждан. Это у нас электронный обмен, уже ситуация, будем говорить, традиционно хорошая у нас налажено взаимодействие. И вашему родственнику в зимний период не стоит переживать, он, безусловно, будет иметь право на жилищную субсидию. Спасибо большое, и еще один звоночек у нас, добрый вечер, мы в эфире слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слышу, вы говорите о субсидии, что если человек приобретает что-то, или там продает свыше 50 тысяч, или как там, а если человек вступает в наследство в этом году, ему положено субсидия? Спасибо, хороший вопрос. Значит, я повторяю еще, речь только идет о покупках свыше 50 тысяч. Вот, то есть, наследство, ну, будем говорить, вы получаете наследство, оно, ну, будем говорить, ваше законное право. Вот, если вы будете иметь какой-то дополнительный доход от этого, безусловно, вы должны, в данном случае, в декларацию это вносить, вот, и, соответственно, уже будет считаться это в расчет по субсидии. То есть, если я все правильно понимаю, и вот для нашей зрительницы, еще раз прояснить, то есть вопрос идет только сугубо о приобретении. Если вы что-то получаете в дар на следство, это не является основанием для отказа субсидий. Что ж, продолжим, пока у нас есть перерыв небольшой между звоночками, продолжим наш... Что, какие еще... Точнее, вы знаете еще, что мне хотелось бы у вас спросить? Есть такие, так называемые, страшилки, связанные с субсидиями, да? И сейчас механизм, в принципе, субсидий, я так понял, уже отработан в полной мере, и это такая достаточно стройная, понятная система, удалены коллизии, которые были в самом начале. Вот какие самые, по вашему мнению, большие страшилки, в том числе, о которых говорил министр, вот давайте мы попробуем все-таки разъяснить нашим зрителям, чего не стоит бояться при получении субсидий. Ну, в первую очередь, Андрей, действительно, очень важно в том, что субсидия – это безвозвратная адресная помощь государства конкретной семье, исходя из их конкретных доходов на конкретный период. То есть, речь идет о том, что совокупный доход семьи, оплата за коммунальные услуги, и если по формульному расчету семья имеет право на субсидию, то, безусловно, она ее будет получать, и это как адресная помощь. Никогда, вот уже больше 20 лет этой государственной программы, даже здесь никаких, в общем-то, оснований для того, чтобы где-то на каком-то там этапе необходимо будет ее возвращать. То есть, это конкретная адресная помощь, и я просто еще раз обращаюсь к вам, уважаемые телезрители, что, значит, вот у нас независимо от того, сейчас нет отопительного перевода, но граждане, которые понимают, что субсидия действительно это спасет при повышении уже повышенных тарифов, что обращаются к нам, вот, и не затягивайте этот процесс, тем более, что ее назначение не требует особых каких-то, будем говорить, условий, достаточно написать заявление, заполнить декларацию. В декларации нет необходимости указывать какие-либо суммы, вот, потому что мы эти все вопросы решаем самостоятельно, путем запросов и в фискальную службу, и, в данном случае, по всем коммунальным организациям. Единственная, конечно, просьба, быть внимательным при заполнении заявления, потому что все номера лицевых счетов надо указывать, в данном случае, точно, потому что порой бывает какой-то сбой, когда мы направляем электронные запросы, и там, в общем-то, вдруг выясняется, что такого абонента нет. Мы тогда дополнительно вынуждены где-то какие-то моменты уточнять. А так, у нас, в общем-то, сейчас прошла, будем говорить, компания, когда еще дополнительно бланки заявлений о декларации, направленные жителям города, что, кроме того, что приносить нам, в наши организации, можно по почте оправить, можно в электронном виде их направлять. То есть, мы, в общем-то, готовы, и здесь... Я прошу прощения, но нас уже ждет долго зритель наш. Добрый вечер в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. С сентября 2015 года я перестал работать. Живу только на одну пенсию. В марте, или в феврале даже, 2016-го, подал заявление на субсидию. И действовало положение, что можно было брать в расчет только три месяца. Мне же взяли за весь 2015 год. И теперь я не могу добиться, чтобы мне пересчитали пенсии, то есть пересчитали субсидию, не нулевая, чтобы была, вот, по пенсии. В заявлении так и написал, прошу расчитать по пенсии. Никто ко мне не обратился. Другой ручкой дописали дату с января 2015-го и берут в расчет весь 2015-й год, и ничего не получается. Куда мне обратиться, чтобы мне сейчас пересчитали? Тем более в газете написано, что за один месяц теперь даже можно взять данные для перерасчета субсидий. Спасибо большое за ваш звоночек. Я вас попрошу, запомните, пожалуйста, номер телефона, запишите. 37 6808, это приемная департамента. Пожалуйста, завтра... Еще раз повторите, пожалуйста. 37 6808. Завтра, пожалуйста, с половины девятого можете перезвонить, назвать свои данные, и я обязательно разберусь в этом вопросе. Что ж, еще вот у нас буквально там осталось несколько минут, насколько я понимаю, нашей программы. Если у вас есть какие-то, что бы вы хотели сказать нашим зрителям, вот прошу вот как раз такая возможность и представилась. Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что двери социальных всех установ каждый день открыты. Мы готовы и рады, в данном случае, в том, чтобы люди приходили к нам. Говоря вот там о деятельности наших служб, хочу сказать, что кроме улучшения на числове приема граждан, мы приобретаем в этом году, значит, дополнительно для нашего центра реабилитации детей-инвалидов, ведется очень такой основательный ремонт, для того, чтобы детишки действительно имели достойные условия. Вот подъемник там уже будет, и в ближайшее время новый автобус будет приобретен. Дополнительно есть поручение городского головы, мы этим занимаемся, чтобы в этом году еще приобрести и третий микроавтобус с подъемником для наших граждан, которые нуждаются в нашей дополнительной помощи. Хочу также сказать, что мы готовы к тому, чтобы ваши пожелания, ваши рекомендации, ваши жалобы были услышаны и по ним принимали соответствующие действия. То, что зависит от городской власти, мы, безусловно, будем эти все вопросы совместно реализовывать и в том, чтобы жизнь наших горожан была несколько легче. Что ж, в заключении, наверное, мне хочется пожелать вам успеха в вашем нелегком деле, скажем, и, пользуясь случаем, еще раз хотелось бы обратиться ко всем жителям, не бойтесь, пожалуйста, обращайтесь в этот департамент, пожалуйста, получайте субсидии, потому что зима, скорее всего, будет достаточно нелегкой и не воспользоваться, скажем, предоставляемой возможностью достаточно, ну, в общем, не стоит. В заключении еще вот по поводу страшилок. Давайте вот еще, вот сейчас фактически официальное заявление в нашей программе директора департамента. Скажите еще раз, люди очень боятся, что государство заберет их при продаже, при еще и чем-то. Скажите, вот еще раз, пожалуйста, для наших зрителей, что никто ничего не заберет у них. Ну, еще раз я просто говорю, что за 20 лет существования этой программы жилищной субсидии никто не может назвать ни одного примера, что там где-то какие-то меры воздействия были осуществлены. Тем более, что постановление Кабинета министров, которое четырежды, вот сейчас будет пятый раз, совершенствуется, направлено на то, чтобы максимально учесть все жизненные ситуации. Есть решение вопроса, была очень большая сложность, когда в семье есть трудоспособный неработающий человек. Сейчас эта проблема снята, потому что мы считаем в расчет все-таки тот совокупный доход, который будет иметь неработающий человек. Дальше, если прописан и не проживает в данном случае кто-то из членов семьи, тоже есть решение вопроса, вот заявительница на это обращала внимание. Значит, далее, это касается, ну, будем говорить, вот оформления. Мы максимально приближены в том, чтобы в данном случае люди могли обращаться за жилищные субсидии. Более того, хочу сказать, что у нас вот по сравнению с, значит, пятнадцатым годом количество обращений увеличилось более чем в шесть раз. Супер. Ну, спасибо большое, Сергей Николаевич, что пришли к нам, и я думаю, что это не последняя программа на эту тему. Нам очень много звонят и просят еще раз и еще раз разъяснять и объяснять касательно субсидий. Я надеюсь, вам была эта передача очень полезна, по крайней мере, думаю, что она была очень содержательна. На этом мы прощаемся с вами, до встречи через неделю, в следующую среду в 19.30, как всегда, на телеканале Николай. Субтитры создавал DimaTorzok